всем привет сами видите что сегодня обзор праздничный торжественный посвящен прекрасной модели от кимфайра аудио это андромеда лимитированной версии которую они почему-то назвали gold почему-то потому что на самом деле наушники абсолютно черные а из золотого тут только вот эти вот позолоченные винтики ну скажем кто я такой чтобы рассказывать кимфайра аудио как им называть их модели разница с обычной андромеды состоит в том что тут на два излучателя больше где арматурных то есть тут это 7 драйверы и излучатели эти пошли на низкие частоты что это даст расскажу в когда дойдем до звука в разделе звуковом также они без кроссоверные что это даст также будет позже они стоят дороже и плюс ну там по-моему на официальном сайте разница по-моему уровень 200 долларов было но как бы они практически везде распроданы поэтому смысла как сказать делать этот обзор особо и уже и не было но если вы поторопитесь вы можете еще урвать их потому что в одном российском магазине который почему-то кимфайра аудио в черном списке они еще есть в наличии поэтому принципе можно отхватить себе уникальный раритет хотя принципе смысл скрывать то что и так можно нагуглить я не знаю ну как бы не буду называть это имя тот магазин который нельзя называть вот ну и собственно анекдот до перефразируя классику когда один аудиофил другому хвастаться смотри говорит файер аудио андромеда ритм сет две тысячи рублей купи потратил купил ритм но ты лох в другом магазине лимитированная версия на 23 тысячи дороже было по-прежнему скажу что не сильно мне нравится их новый вариант упаковки то есть конечно выглядит она просто бомбезно черный цвет вот этими желтыми каплями золотистыми вставочками конечно выглядит прекрасно но вот это вот разворачивание в стиле купил своей девушки макароны это не совсем то что мне нравится тут такая коробочка короче все это вы уже видели тут только другой цвет новый лимитированный чехол это плюс 100 долларов к цене объясняет в нем сами наушники защитными мешочки инструкция с гарантийным талоном и вот в конструкции тут прямо аж больно когда читаешь 116 децибел чувствительности 7 ом импеданса то есть тех кто знаком с классической андромедой тут импеданс еще ниже чуйка по моему примерно такая же в общем боль от фонового шума будет еще сильнее в коробочке аксессуары традиционно разложены по мешочкам щеточка для чистки а в комплект положили пенные насадки три пар не буду их все выковыривать что я попробовал салову но и е-салову файнал аудио это обычные силиконки тоже самые обычные тут насадки от файнал аудио прекрасные было партнер прекрасная была идея с партнерицей они действительно здорово делают их и вот вторые 100 долларов разницы в цене это лимитированный значочек с лимит лимитированной андромеде лимитированный значок сами понимаете какая уникальная крутая эксклюзивная вещь ну и обычный значок в общем как видите комплект поставки традиционно для андромеды хороший по дизайну даже не знаю есть ли смысл что-то говорить принципе что наверное это самые странные золотые наушники в истории человечества что они сплошь и целиком черные единственное что намекает о золоте это вот эти вот по три винтика на каждом фейсплейте они вроде как действительно позолоченные мы знаем как современные технологии позволяют микронным слоем напылять золото поэтому в принципе можно сделать что угодно золотым не особо погрешив вернее позолоченным а так это знакомая форма корпуса уже много раз многократно растиражирована китайскими производителями все эти вот классные фасочки уголочки выглядят наушники действительно эффектно не броска такая для солидных господ на черных bentley внутренняя сторона тоже знакомая но тут они использовали обновленные звуководы такие же как в солярисах черного цвета с такой же решеточкой насколько я понимаю в недавно относительно вышла и обычная андромеда с таким же звуководом и с таким же черным проводом но для меня это в новинку потому что у предыдущих версий бы она была другим звуковод чуть-чуть сделали длиннее чем у старых моделей андромеды и за счет этого они теперь обеспечивают просто отличную посадку ну по крайней мере в мои уши потому что старые варианты андромеды мне садились скажем не идеально требовалось их поправлять находить какое-то положение для них подходящее общем как-то их шевелить и так далее я поэтому просто закатал свои старые андромеды в обычные кастом кастомные насадки для них мне сделали в ambient acoustics есть выступ который удерживает насадки ну и он их действительно удерживает звукоизоляция чуть выше среднего потому что длина и угол звуковода очень подходящие нацепить насадку обратно давай всегда получается но когда начинаешь снимать видео то они начинают капризничать и выдрючиваться так нацепил провод сделан сменным используются фирменные mcx коннекторы с бериллиевым покрытием очень прочные даже не буду сейчас тянуть потому что глядя через камеру это неудобно делать требуется довольно заметное усилие для того чтобы их отсоединить за уши на сформированы из мягкой термоусадки без проволоки теперь не модно делать за уши с эффектом памяти но кабель за ухом она держит в общем-то оправдывая свое название вот так вот они будут носиться сочетаются идеально с дорогими очками солнцезащитными сам провод мягкий обновленный лиц может быть не самый мягкий но близок к самым мягким образцам практически не твердеет на холоде не шумит не микрофонит благодаря мягкости аккуратно так сплетен серый дымчатый цвет мне честно говоря больше нравится прозрачный но как черным андромедом дымчатый провод наверное логично подходит металлический разветвитель ползуночек он не нужен потому что микрофонов и эффекта фактически нет и вот тут вот аккуратно он вот так сплетен и идет вниз до самого углового штекера штекер уже тоже знаком в общем то в принципе мы это уже много раз видели еще раз показать это всегда можно принципе это проверенные временем андромеды отлично собранные красиво выглядящие в общем все как всегда только в черном цвете ну чё как пора и за звук затереть дам прогревом в общем-то не нужен и арматуры что тут греть нужно подобрать подходящие насадки мне как обычно лучше всего подходят комплектные final но с другой стороны в общем-то симбио и артипс от мандарина они тоже подходят хорошо в тех случаях когда вам нужна улучшенная звукоизоляция плеер для приведения примеров ну и в общем то давайте наверно говорить логичнее всего будет наверное сопоставлять и проводить параллели с обычными андромедами во первых так проще описать разницу но во вторых классические андромеды все собственно слышали и поэтому сесть ну не все но многие с ними знакомы так вот добавлю зумчика чтобы было красивее вообще красивый эффект надо его чаще использовать вот собственно глядя на графики а чеха первое что появилось сети еще до того как эту модель выпустили это замер а чеха то в общем то стало понятно что добавили немного баса ну в общем то тут еще две дополнительных арматурины пошли именно на низкие частоты и немного подняли верхние частоты но при этом скажем сильно ярче наушники не стали но это я забегаю наперед в принципе изменения на самом деле небольшие то есть где-то там 5-6 около того децибел на низ на низких частотах но и там где-то 6-8 на верхах то есть чуть более v-образная подача но при этом конечно и совсем вышку из них не выжили ну и собственно такую цель наверное не ставили при этом частично еще дала себя знать вот это без кроссоверность дизайне и принципе на это в основном повлияло на средние частоты которые стали чуть-чуть детальнее немножко улучшилась сцена но про это тоже немножко позже так что давайте наверно двигаться по порядку в общем баса добавили причем акцент на бас сделали и на средний и на более глубокие слои то есть как бы нет вот типичного горбика на мид басе потом с падения на глубокий ханчет тут как бы подъем продолжается и на более низком слое при этом конечно ну они стали более басхедными ну принципе совсем басхедным как бы акцент небольшой поэтому сказать что прям совсем басхедные не получится хотя некоторые люди умудряют умудрялись в андромедах классических услышать дискотечный бас но тут кто им судья в общем то тогда если пользуя такой терминологии тут еще по бас более дискотечный хотя в принципе на мой слух просто тут скажем основание которое они строят стало более массивное более внушительное то есть скажем до солярисов они все-таки по массе не дотянулись хотя бас тут все равно довольно весомый плотный ударный разумеется хорошо контролируется как я уже в одном из предыдущих обзоров говорил что если бы тут был динамик какой-нибудь там не супер топовый то конечно такой акцент на низких частотах уже привел к падению разрешения а так как вот тут у нас хорошие арматуры то тут есть и разрешение передачи текстур и ну скажем все что от арматурного баса ожидаешь при этом естественно хорошо справляется и с электронной музыкой и с чем-то акустическим в принципе пора наверное привести пример можно было бы взять какой-нибудь там не знаю те же продиджи дизел пауэр которые будут качать можно было взять там тоже музыка ну да но я сделал чуть-чуть необычнее и взял хью лори kiss of fire прекрасный актер еще более прекрасный музыкант надеюсь что все таки он соберется выпустит еще хотя бы несколько альбомов потому что очень не хватает этого английского чувства стиля в музыке и вот этой выдержанности ну а собственно два его альбома которые есть это прекрасные блюзы в принципе немного джаза немного всего остального сделано просто великолепно хорошо записано на такое наслаждение прямо звуком ну таки суфаер тут есть разумеется басовая линия которую разумеется исполняет контрабас и в принципе вот именно благодаря вот этому дополнительному акценту на низких частотах это басовая линия звучит еще сочнее еще более выдвинута еще кстати на этих наушниках очень классно слушать лет хоть чили peppers ну думаю сами понимаете почему вот средние частоты как бы ну наверное можно назвать их опущенными немного но это неправильный термин тут скорее средние частоты остались на том же уровне на каком и были просто немного подняли бас и вверх при этом если бы тут не было вот этой арматурного разрешения то разумеется верхние частоты бы потерялись и оказались отведенными на второй план но этого не происходит поскольку все такие арматуры небольшой фокус на микроконтраст все это присутствует разрешение стало даже чуть выше по сравнению с классическими андромедами но разница очень невелика поэтому там прямо вот пришлось выслушивать очень тщательно быстрыми перетыкиваниями из ушей в уши это конечно то еще развлечение воображаемая сцена по-прежнему очень широкая чуть меньше в глубину но с хорошим разделением планов наушники не пытаются подкрашивать эмоции или макро динамическую составляющую при этом как бы качество записи для них важно но не запредельно они критичны качеству записи разумеется слушать какую-то фигню на них записанную нет смысла просто потому что на таком уровне уже это не знаю там как не знаю как тесла цеплять там прицеп с картошкой хотя у тесла два багажника туда картохи можно вообще натолкать немеряно поэтому в принципе то есть хорошие записи им желательно но все недостатки они покажут как бы но прямо уж совсем резко их подчеркивать не станут хорошие мальчики молодцы в качестве примера для средних частот тоже немножко необычная запись но просто отлично это но зерн кингс сборная финляндии по хэви метал лучшие вокалисты прекрасные голоса виртуозное исполнение собственно кавер на brothers in arms шикарнейшая вещь честно мне даже наверно больше нравится чем дайр стрейц люблю дайр стрейц но почему-то brothers in arms мне у них нравится меньше чем и другие вещи но это такое о вкусах не спорят хотя можете попробовать поспорить в комментариях или заходите в чатик канала телеграмный там тоже можно поспорить о чем угодно всегда так вот тут прекрасное исполнение несколько голосов которые нам знакомы ну скажем хотел сказать с детства но не у всех было такое тяжелое детство тяжелое в кавычках в данном случае как у меня шикарнейшее исполнение переливы голосов эмоции все вот это вот тут есть и с этими наушниками это просто шикарнейшим образом звучит и собственно верхней частоты глядя на график а чиха ожидал что будет ярче светлее резче скажем но еще раз убедился в том что по графику а чиха гадать самого себя не уважать потому что как бы верхние частоты тут оказались очень хорошо скомпенсированы низкими при этом скажем это практически те же андромедовские верхние частоты натурально естественно и с прекрасным разрешением реалистичными атаками и затуханиями чуть чуть лучше стала протяженность немножко их акцентировали ну скажем этот акцент немного заметен в принципе если вы чувствительны к вычету вам и обычная андромеда будет наверное светловато а скажем там уже особая разница не сыграет это небольшая добавка но на мой слух они даже близко не подходят к границам комфорта поэтому в принципе слыхали и слушали много чего и поярче при этом разумеется верхние частоты делают свое дело насыщая мелодию обертонами отыгрывая вот эти вот все затухания воздушность и все остальные вещи которые мы любим привлекаю в качестве примера для в че одна из моих двух любимых классических записей второй вы уже наверно тоже знаете если следите за за обзорами в общем это марис равель болеро и принципе перебрав много вариантов остановился на версии от дойче граммофон прекраснейший как тот случай когда немецкое исполнение оно подходит к треку потому что вот именно нужна эта сдержанность абсолютная механичность в начале которая потом срывается в абсолютный полет эмоций но при этом полет эмоций остается по-немецки контролируемый такой вот прекрасно кстати вот именно на болеро можно изучать скажем разную манеру дирижер где разных дирижеров если вы хотите заняться аудиофилии там и послушать в чем их разница то берите разные вариации болеро о нем слышно ну и разумеется на этих наушниках вам будет слышно мельчайшие нюансы там всех вот этих постепенно вступающих инструментов это просто прекрасное ощущение сколько там по времени оно длится аляулю 16 минут 10 секунд и прекращающегося музыкального удовольствия которое прямо ну ладно не буду шутить другие виды удовольствия но местами сравнимые даже в конце такой же вот пик наступает скажем тут уже у кого что чаще жизни случается вот еще раз резюмируя по звуку в принципе манера подачи схожи с андромеды это вот знаете как взять там не знаю знакомое блюдо но добавить него какой-то другой соус и вот собственно или там не знаю как взять пиццу и попрыгнуть которую всегда ешь и попросить двойной сыр в общем-то это та же андромеда который немного добавили такой чуть основательности внизу ну и компенсировали это верхними частотами при этом чуть-чуть добавилось разрешение на середине но скажем тут большой разницы не стало в общем это не апгрейд потому что не стоит кидаться продавать свои андромеды это скажем такая вот именно попытка как сказать сделать кавер вид на кавер версию когда там какой-то коллектив делает перезаписывать свою собственную музыку чуть-чуть другом стиле поэтому вот это такая именно коллекционная штука для ценителей звука для звуколожцы в крайней ступени которую скажем любят андромеда но вот хотят и и допустим освежить поэтому кидаться продавать свою любимую андромеду ради того чтобы купить эту модельку наверное сразу так не стоит но с другой стороны в принципе шансов купить ее уже немного и с каждым днем становится все меньше так что лимитка это и есть лимитка ну и кратко то есть на сравнение потому что как всегда когда это хожу до этой части меня уже покидают все силы принципе с классической андромеда я уже разницу описал но на всякий случай вдруг кто-то пропустил часть со звуком и перепрыгнул сюда могу сказать на хрена вы это сделали вернитесь обратно шучу в общем больше чуть-чуть низких частот которые делают более массивным основания чуть выше разрешение на середине капельку и немного больше верхних частот но они компенсируются низкими частотами solaris в принципе они чуть в речи ну не не речи скажем них чуть больше в че поэтому они немножко ярче звучат середина примерно такая же подозреваю что середина тюнингован у них одинаково баса у них чуть больше он чуть массивнее за счет того что этот динамический излучатель ну а так в принципе что еще можно упомянуть скажем но был кайзер энкор это вот я люблю в принципе тюнинг энкоров поэтому для меня это вот такой шаг от классической андромеды в сторону энкора и мне он нравится то есть чуть больше баса больше эмоций но в принципе разница с энкорами с разницей с корр состоит в том что у кайзера кайзер чуть теплее и не ну при этом у него чуть меньше баса ну скажем так его немножко меньше но он теплее середина скажем у кайзеров чуть больше подкрашивает эмоции на верхних частотах корр чуть менее протяженный не чуть менее ред ну не резки а чуть меньше у них верхних частот но в принципе там хан уже там и все остальное это действительно как-то совсем другой звук и сравнивать смысл особо нет они нейтральнее детальнее и так далее и тому подобное в принципе тоже другой подход к тюнингу и единственное что стоит упомянуть это то что действительно подбор к ним источника это боль в известном месте потому что нужно что-то с темным фоном потому что шум почти всегда есть ну не почти всегда но часто очень со многими источниками поэтому что-то хорошее с темным фоном но или в принципе вы можете использовать любой оттенуатор там тот же айфай а и матч или еще что-то в общем вот такие вот лимитированные андромеды их практически нигде не достать поэтому в целом вот такие вот такой вот обзор вот такой вот модели